20 лет назад их считали экзотическим творением космической эры, а теперь это повседневная вещь. Некоторые из нас до сих пор не могут допустить, чтобы инородное тело находилось так близко к глазу. Но контактные линзы изменили наш взгляд на самих себя в буквальном смысле слова. Контактные линзы существуют более 100 лет. Сначала они были совершенно твердыми, но теперь стали гибкими, как желатин. Из этих маленьких дисков изготавливают мягкие полимерные контактные линзы разных цветов. Конечно, начинать нужно с рецепта, выписанного пациенту, данные из которого заносят в компьютер. Первый этап начинается с обработки информации, необходимой для придания линзе нужной формы. Токарный станок с цифровым управлением формирует внутренний сгиб линзы. Скорость вращения 6000 воротов в минуту, а резец имеет алмазный наконечник. Он формирует внутреннюю поверхность, которая будет соприкасаться с роговицей. Она не должна иметь никаких дефектов и полируется сверхтонкой абразивной пастой. Полировка важный этап, потому что она гарантирует полный комфорт и отличное зрение. Техник измеряет толщину линзы очень точным измерительным прибором. Затем формируется внешняя поверхность, соприкасающаяся с веком. Линзы приклеиваются к вращающемуся стержню специальным воском, который позже будет удален с помощью ультразвукового устройства. За считанные секунды воску придается нужная форма. Управляемый компьютером резец легко срезает лишние слои полимера, доводя до нужного размера внешний диаметр линзы, которая затем полируется. Полировка производится при высокой скорости с применением абразивной пасты, масла и маленького тампона из полиэфира. Этот аппарат полирует несколько линз одновременно, на что уходит всего одна минута. Затем техник полирует края линз. После этого полимер гидротируется, что делает его гибким. Линзы на 24 часа остаются в растворе соли со сбалансированным pH. Линза поглощает жидкость и расширяется, достигая нужного размера. Затем линзы проходят проверку. С помощью оптического топографа проверяют распределение оптической мощности линзы. На каждом этапе с мягкими и хрупкими линзами нужно обращаться с величайшей осторожностью. Это устройство, прибор для измерения фокусного расстояния, проверяет оптическую точность линзы. Теперь работа над линзами завершена, и их очищают. Линзы хранятся в сосудах с раствором соли. Пузырьки плотно закрывают силиконовой пробкой алюминиевой крышкой. После этого их на полтора часа помещают в стереизатор при температуре 121 градус. Если их не открывать, содержимое будет оставаться стерильным до 7 лет. Хотя изготовление линзы насчитывает 14 этапов, если исключить процесс гидротации, на изготовление одной линзы уходит 15 минут. Из этих простых цветных дисков изготавливают высокоточное приспособление, способное тут же изменить жизнь человека.